Привет, друзья! Меня зовут Спиан Аурел, и специально для данного замечательного портала я расскажу о не менее замечательном приборе, который называется Штанги Циркуль. То есть, если у вас есть вопросы, что это вообще такое, как им пользоваться, что такое Нониус и куда его писать, продолжайте смотреть это видео, и у вас все ваши вопросы просто-напросто отпадут. Сейчас я перехожу к себе за столик и продолжу подробное объяснение вот этого вот приборчика. Сегодня я бы хотел вам рассказать о вот таком вот интересном приборе, который называется Штанги Циркуль. Это прибор для измерения каких-либо размеров. Прибор хоть и достаточно простой, но тем не менее позволяет с очень высокой точностью померить размеры. Конкретно данный прибор у нас оснащен губками для измерения наружных размеров. То есть, это может быть ширина вот этого теплоотвода, диаметр сверла. Также он оснащен губками для измерения внутренних размеров. То есть, это может быть, допустим, диаметр любого из этих отверстий можно померить. То есть, вставляем его, раздвигаем, снимаем и считываем показания. А также с его помощью можно узнать расстояние между ребрами. То есть, для измерения ширины пазов. Конкретно данный прибор также оснащен глубиномером. То есть, планочкой, которая позволяет измерить глубину либо отверстия, либо, например, глубину вот этого вот паза. То есть, мы вот так вот приставляем. Мы сделали измерения, теперь нужно считать показания. Считывать их очень просто. У данного прибора есть две шкалы. Вот это вот основная шкала, которая размечена в миллиметрах. Вот мы видим, что у нас сейчас получается 12 полных миллиметров и еще немножко. Вот это вот еще немножко мы смотрим по второй шкале, которая называется шкала Nonius. И в данном случае она размечена таким образом, что позволяет считать с точностью 0,05 миллиметра. Для того, чтобы считать вот эти вот еще немножко, мы должны найти риски, которые на основной шкале совпадают со шкалой Nonius. То есть, это очень просто. Вообще, лучше так смотреть. То есть, я вижу, что сейчас оно ближе все-таки к 13, то есть, я начинаю уже искать их отсюда. Если бы оно было бы ближе у меня к началу, то есть, к 12, то я бы искал отсюда риски, ну, чтобы меньше времени тратить. Потому что сейчас вот так проходить, это нет смысла, потому что я вижу, что оно ближе сюда. Не сильно близко, но ближе. Вот я вижу, что оно имеет... Вот у меня шестерочка совпадает. Нет, не шестерочка, а 65. У меня совпадает сейчас 65. То есть, здесь 12,65 миллиметров на вот этом вот размере, то есть, высота вот этого ребрышка. Вообще, совпадать должна только одна риска. Ну, естественно, исключение составляет 0, потому что у 0 должны совпать 2 риски. Ну, это так как одно и то же значение, то 2 риски даже стопают. Если у вас получается, что несколько рисок совпадает, то данным прибором не пользуйтесь, потому что он неисправен. Еще один интересный момент, это измерение межцентрового расстояния. То есть, допустим, я хочу вот сюда вот какую-то пластинку поставить и стянуть все это дело винтами. Для того, чтобы мне сделать эту пластиночку, мне нужно знать межцентровое расстояние, куда мне сверлить отверстие. Так я его никак не смогу померить. Но зато я смогу померить его косвенно. То есть, я могу взять вот этот вот наружный размер. Вот я его измерил. У меня он получился 27,5. Это наружный размер. Теперь я должен измерить диаметр вот этого отверстия и вот этого отверстия. Я вижу, что они равны, но это мне так кажется. Но лучше все-таки померить. Тут у меня получилось 3,5. А второе отверстие у меня получилось 3,5. То есть, оба отверстия у нас равны. Следовательно, для того, чтобы узнать межцентровое, мне нужно взять по краю размер. Размер по краю отверстий. 27,5. И вот этих вот 27,5 мы отнимаем вот эти вот 3,5. Мы получаем, что у нас межцентровое равно 24 мм ровно. Буки здесь сделаны специально из очень твердого металла и они, в принципе, рассчитаны на то, чтобы производить разметку с помощью данных губок. Допустим, хочу поставить этот теплоотвод вот здесь с края. Как мне действовать? Я знаю его размеры. Знаю этот размер. У нас он получился 30. Значит, вот эти вот сверлить я буду на расстоянии, если я его хочу сюда поставить. Здесь у нас 30, да? Давайте прям буду рисовать. Вот он 30. Сверлить, знаешь, мне нужно, чтобы вот так вот поставить, А так она симметричная. На расстоянии 30 делить на 2 получается 15 мм. Дальше мне необходимо узнать вот это вот межцентровое расстояние. Как мне его узнать? Я могу узнать вот этот размер, измерить его. По-другому я не смогу измерить штанги циркулям, здесь ничего. То есть межцентровое нельзя измерить. Ну, у нас получается 3,8. Дальше мне нужно взять, добавить вот к этому вот размеру половинку вот этого вот диаметра. Диаметр мы также можем измерить. Так, знаешь, там было 3,8. А диаметр у нас получается 3,5 получается. 3,45. Ну, возьмем 3,4. Так будет нам проще считать. Получается, 3,4 делим на 2, это получается 1,7. 1,7 плюс 3,8. Это у нас получается 4,5 у нас получается. Похоже на это? Да, похоже. 5,5. Значит, мы берем, выставляем 5,5 и поводим здесь. Все, мы нашли один размер. То есть здесь уже можно отчернить и сверлить отверстия. Теперь нам нужно узнать вот это вот расстояние относительно нашей базы. И я знаю, что 1,7 нужно добавить к этому размеру. Значит, здесь у нас получается 43,5. 43,5 плюс 1,7 это у нас получается 44,5. 45,5, 45,2. 45,2. Вот я беру 45,2. Вставил. Как раз так прикинем, чтобы посмотреть, это у нас получается или нет. Ну, похоже на то, что действительно это. Зажимаем винт и поводим здесь маленькую черточку. Вот у нас получился второй размер. Ну, и теперь очертим. Здесь я даже меряю, мне ничего считать не надо, я просто зажму и очертим его в контур. Вот и все. Теперь, если мы здесь просверлим отверстие, мы можем скрутить теплотвод, вот эта вот алюминиевая пластинка. На этой пластинке может быть все, что угодно. То есть, вот так вот быстро и просто все разметили. Ну, теперь можно сразу сверлить. Теперь несколько советов тому, кто будет покупать данный прибор. Ну, во-первых, если вы его купите, то не то, что купите, если захотите покупать, стоит обратить внимание на некоторые вещи. Ну, во-первых, на губки. Они должны ровненько, хорошо сходиться. Также при сведенных губках здесь должно быть показание 0,00, то есть, должны сходиться риски в нуле. То есть, здесь они классно, хорошо сходятся. Также обратите внимание на верхние губки, то есть, тоже, чтобы они хорошо, ровненько сходились. И вот здесь, чтобы тоже он был в одной плоскости. То есть, чтобы не было, что этот либо выпирает немножко, либо наоборот не дотягивает. Тогда вы при измерениях получите ошибку. Также обратите внимание, чтобы не было люфта. Здесь есть специальная пружина, видите, вот она вот здесь вот стоит, которая не позволяет данному штангелю, данной вот этой планке, болтаться. То есть, она всегда возвращает исходное положение. На том же штангеле, который вы будете покупать при отпущенном винте, вот эта штука также не должна болтаться. То есть, она немножко ходит, но она ходит подпружиненно и возвращается обратно. Просто я видел некоторые штанги, сейчас продаются, у которых все здесь разъезжено, губки не сходятся. Вообще на них страшно смотреть. Поэтому будьте внимательны. Все штанги циркли – это точный прибор, ронять его не стоит. Потому что он может где-то погнуться, и у него точность уже начнет уходить, либо где-то клиник будет, либо с губками что-то случится. Вообще, с ним нужно бережно относиться. Вот это вот СФД-побский прибор, и он даже вот, в такой вот чехле деревянным, с мягкой губочкой, которая закрывается. Вот, в принципе, и все.